В Москве горел не точных приборов, я так понял, что часть там отдана под автосервис, он, собственно, и горел этот автосервис, очень красиво, очень сильно присвоена там вторая степень, второй ранг пожара, да, это поджог, и, в общем-то, совершенно всё чётко и официально уже. В Казани сгорел склад крупный, склад резины, тоже очень всё дымило, очень красиво, в Подольске склад тектильной продукции, более 500 метров сгорел, и какие-то производственные помещения вместе со станками. В Калининградской области рулоны сена, ну, вот Калининградская область как-то у нас всё слабо, с точки зрения операции «Примус» очень слабо, поэтому я прошу тех, кто в Калининградской области, ну, как-то усильтесь, чтобы могли вами гордиться. Взрыв произошёл на резервной нитке магистрального газопровода Ярославской области. Газпром Трансгаз, значит, эксплуатирует этот газопровод, он бабахнул. Мы помним, да, что вот это Мышкинский район Ярославской области, то есть, если вот только что произошёл на газопроводе Ухта-Торжок в Вологодской области взрыв, ну, они пишут пожар, который был оперативно потушен, то здесь второй газопровод. Вот, ну, что я могу сказать, ну, бывает, взрываются газопроводы, да, но навряд ли такое количество большое взрывов газопроводов – это случайность. Это уже все поняли, что это не случайность. Да, действительно, газопроводы прожигают термитными стержнями в основном, да, ну, и слава Богу, то есть, я думаю, что мы должны, как вот «не дня без пилорамы», да, у нас лозунг, также мы должны выдвинуть лозунг «не дня без газопровода», да, ну, какая разница, пилорамы, газопровод, по большому счёту, газопровод ещё легче, да. То есть, берётся стеклянная бутылка, у неё выбивается дно, любой палкой ткнулся, и дно вылетает, да, ставится на трубу, да, на неё силой мысли, в неё закидываются эти стержки, да, и всё, а они под силой гравитации, да, туда пробивать, да, дыру, да. То есть, их нужно зажечь, да, и туда отпустить, и всё, больше ничего делать не надо, они всё прожгут, горят они даже без доступа воздуха. И в Московской области на одной из остановочных платформ сгорела касса, ну, сами понимаете, не просто так касса сгорела, а в Красноярске пожарный поезд привлекался к тушению пожара на складах Леруа, Мерлен, надо сказать, склады Кехерам сгорели, огромные склады. Об этом только мы узнаем, узнаём не через средства массовой информации, как вы понимаете. В Нижегородской и Владимирской областях поступили звонки о минировании пассажирских поездов, пассажиров и работников вокзала города Бугульма эвакуировали из-за сообщения о минировании. В Московской области проволокой закорочен стрелочный перевод, задержаны пять грузовых поездов, продолжаются обстрелы приграничных территорий Курской и Белгородской области. В Пензенской области задержали студента и подросток, которых обвиняют в поджогах на железной дороге. Вот это странно всегда, студент и подросток, да? Интересно, кого арестуют, кого выпустят и так далее. Трое из четверых находятся в СИЗО, а подростка поместили под наблюдение. В Улан-Удэе тоже склад какой-то огромный со строительными материалами и сгорел. В Волгограде погорел рынок в Дзержинском районе, в Вологодской области ЦССР, ну, с дизельным топливом вылили. Ну, просто открыли вентиль. Это самый, кстати, простой путь. Я в своей жизни столкнулся, а да, здоровый, огромный, конечно, я говорю, танк такой с бензином, да, такой. Я не знаю, насколько там десятков или сотен тонн. И кто-то открутил, воровал бензин, открутил на нефтеперерабатывающем саратовском заводе, рядом с седьмым цехом, такой здоровый, даже емкость такая стояла. Кто-то открутил гайку, а завернуть забыл. И всю ночь это текло, и почти вся эта штука вытекла. То есть, бензин был вообще везде по всему предприятию. Совершенно чудовищно, потому что пришлось притаскивать пожарные машины. И такие родные, которые там были на производстве, из пожарки вызвать, они все поливали водой и пытались этот бензин водой весь в ливневку отправить. Совершенно такая жуткая картина была. В Омске мужчина, который поджег несколько машин ЗЭИ трансформаторную будку, значит, ему грозит 20 лет за терроризм. Антон Смоленинов его зовут. Ну, я что могу сказать? Как можно аккуратнее будьте. Да, ну, хорошая работа была в Омске, но аккуратнее надо. Не попадайтесь ни в коем случае. Продолжение следует...